Девушки отдыхают Искусство, которое призвано, мне кажется, объединить взрослых и детей, понять взрослым мир детей, их фантазию, их воображение, вернуть немножечко из своего собственного детства. Ну а детям понять мир взрослых, быть готовым к той жизни, которая им предстоит в этом мире. Да и сам язык мультипликации необычный. Говорят, что границы мультипликации совпадают с границами фантазии художника. Но мне думают, что мультипликация это отдельное искусство. Это восьмой вид. И, наверное, у нее должно быть все-таки своя муза. Муза мультипликация. Муза мультипликации выбирает самых отчаянных. Самых упорных, стойких. И, безусловно, самых талантливых. Фильм, фильм, фильм. Фильм, 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 фильм. Фильм это, вы, конечно, знаете, что это такое. Но вначале все о нем знают только автор и режиссер. Идет заседание художественного совета. Будущий фильм под названием «Перевал» представляет режиссер Владимир Тарасов. Чем она меня подкупила просто и всю нашу творческую группу, повторяю, что здесь, кстати, еще какая-то прослеживается, как мне показалось, глобальная мысль о том, что вот наш хрупкий, красивый зеленый шарик земной надо беречь. Не дай бог, если он превратится в эту черную планету, выжженную с остатками каких-то механизмов. И это, мне кажется, тоже большое философское и гуманистическое звучание. Эта картина, если она получится, вот эту мысль бы хотелось тоже проследить в картине. Не просто выдержать натиск мастеров. Вот уж где настоящие шумелки и пыхтелки. Дружеский совет здесь совсем не лишний. Особенно совет опытного мастера. Таких немало на союзмультфильме «С кем муза на дружеской ноге». Из-под кисти художника Льва Исаковича Мильчина вышли конек-горбунок, снегурочка, царевна-лягушка и много-много сказочных героев. Немало фильмов он поставила как режиссер. И каждая новая работа не легче предыдущей. Это может подтвердить Анатолий Петров. Тоже художник и режиссер. Автор очень веселых, очень серьезных картин. Сейчас он заканчивает фильм «Гераку у Адмета». Тема верности и дружбы близка Анатолию Петрову. Близка многим героям мультфильмов. И, конечно, малышу и Карлсону. Простите, у вас можно тут приземлиться? Садитесь, пожалуйста. Так, продолжаем разговор. Продолжаем. Вот мне бы так летать. Это лучше, чем на воздушном шарике. Куда летим? Большой-большой секрет. Да нет, не секрет. А просто мы там, где когда-то раскрашивали и меня. Теперь здесь другие герои. Чтобы создать 10-минутный фильм, нужно нарисовать, раскрасить сотни тысяч рисунков. Каждую краску надо положить точно на свое место. Вот уже 50 лет снимает оператор Михаил Захарович Друян веселых и грустных, трусливых и отважных героев мультфильмов. Он и меня научил ходить. Через его руки прошло свыше 250 фильмов. Многие из них стали классикой советской мультипликации. А всего за 50 лет на Союзмультфильме снято тысячи картин. Разных-разных. А главное, интересных. И среди них работы Андрея Граждановского. Примерно четверть века тому назад появились фильмы нового содержания, нового направления на нашей студии. Сейчас таких фильмов больше, их много. Речь идет и о поисках новых режиссеров, новых художников. У нас сейчас очень много молодых, интересных, ищущих мастеров. Необычайное разнообразие жанровое. Есть фильмы сказки, фильмы памфлеты, притчи, басни, мюзиклы. Короче говоря, невозможно себе представить такой жанр, который был бы нереален для мультипликации. Каждый мультфильм – это открытие нового в каждом из нас и в окружающем мире. Удивительный, неповторимый ёжик в тумане, созданный талантом и мастерством Юрия Нарштейна. Всего-то 10 минут. А как много можно рассказать, почувствовать, узнать? А если картина большая? Снимается советско-японский фильм. Вернее, целая серия фильмов о приключениях пингвиненка Лоло. Идет просмотр одного из эпизодов картины. Может быть, все придется повторить сначала. Может быть. Но ведь это все для того, чтобы героев мультфильма полюбили зрителей. А иначе зачем браться за работу? Героям, ну погоди, режиссера Вячеслава Михайловича Котеночкина, в этом не откажешь. Любовь зрителей вот уже около 20 лет заставляет волка бегать за Зальцем. Я вообще считаю, что юмор одной из ценнейших качеств мультипликации. Но должен сказать, что он делает трудный. Мы иногда даже говорим, что учительно трудный. Но когда фильм получился, и он принят зрителям, если еще и зритель смеется, то это для нас огромная радость, ну а для меня это самая большая награда. У меня есть мысль, это измерить свой рост. Какая хорошая мысль! А можно я ее тоже немножко подумаю? Думаю, думаю. Думаю, думаю, что это грустно. Когда все позади, когда герои стали неподвижны, лишились мыслей, голоса. Но мультфильмы с их участием продолжают жить. Кукольные фильмы моложе рисованных. Однако популярности им не занимать. Со стороны эти взрослые, как дети, играют в куклы. А на самом деле они работают. А как? Об этом расскажет режиссер Станислав Соколов. Кукла, безусловно, содержит в себе какую-то тайну, которую мы все пытаемся здесь разгадать. Говоря о современном кукольном кинематографе, надо сказать, что он все усложняется и все совершенствуется. Сейчас кукольное кино ставит перед собой задачи, раньше считавшиеся непосильным для кукольного кино. То есть оно решает сейчас сложные нравственные, психологические, даже философские проблемы. Рождается новый мультфильм. И снова творчество. И снова вдохновение. Лучшие из фильмов получают премии, дипломы, призы на международных и всесоюзных кинофестивалях. Ведь их уже более ста на Союзмультфильмах. Союзмультфильму еще только 50 лет. Орден Трудового Красного Знамени это знак большой благодарности тем, кто верен музе-мультипликации. Их радость разделяют поклонники этого удивительного искусства. А впереди еще столько встреч. Столько. Так до встречи. Муза добрая и прекрасная. Это говорит Винни-Пух. И все, все, все. Субтитры создавал DimaTorzok